Новая беда пришла в белорусские леса. Массовое усыхание сосны в результате распространения Жуков-Карыедов уже затронуло более 30 лесхозов республики. Только за прошлый год было потеряно более полутора миллионов кубических метров хвойных насаждений. Сейчас эти цифры только увеличиваются. Поэтому областные лесхозы бьют тревогу. Первая причина, прежде всего, это экстремальные годы, которые предшествовали данным явлением. То есть 2015-2016 год мы все помним, что были повышенные температуры, не характерно для республики Беларусь. Активное солнечное воздействие, понижение уровня грунтовых вод. В связи с этим сосновые насаждения ослабли и появилась такая беда, как вторичный вредитель в виде вершинных шестизубчатого караеда. Еще совсем недавно на этих трех гектарах земли шумел сосновый бор. Когда среди зеленых верхушек одна за другой стали появляться порыжевшие, стало понятно. Здесь хозяйничает караед. Мелкий жук, который создает большие проблемы. Эти деревья уже не спасти. Единственный выход – сплошная санитарная вырубка. Прежде всего, чтобы предотвратить размножение этого вредителя, учитывая его плодовитость и способность в течение жизненного цикла, вернее летнего периода, производить до трех поколений с последующим размножением, то требуется оперативная уборка этих насаждений. Рассмотрим губительное влияние караеда на примере Барановического лесхоза. Только здесь сегодня насчитывается небывалое для этой местности количество поврежденных сосен. Засохло более 90 гектаров. Вальщик леса Василий Рак работает здесь уже 12 лет. Мужчина поражен. Говорит, что за все это время не помнит, чтобы сосны усыхали в таких огромных масштабах. Ну, просто ужас, как сохнет. Можно даже видеть все результаты этих караедов. Конечно, это же лес – наше богатство. Естественно, наши труды усыхают. Естественно, жалко, что мы трудились, оборачивали, а теперь все под корень идет. Между тем, эта проблема не просто трудная. Она уже приобрела мировой масштаб. От массовых вспышек караеда, вызывающие серьезное опустошение лесов, страдает вся территория Европы, Сибири, Дальнего Востока. Для Беларуси же это явление довольно новое. Первую тревогу забила в 2010 году Гомельская область. На Брещине усыхание сосны заметили в 2014 году. Но теперь вопрос встал остро, как никогда. Проблема усугубилась и требует принятия экстренных мер в виде вырубки данных насаждений. На данный период в лесхозе вырублено 33,5 гектара с общей массой 7 260 кубов на данный период. Помогаем, в том числе, своим коллегам из Алоциджевского лесхоза. Там срублено 5,5 гектар. Сосняки составляют примерно половину от площади всех лесов страны. Поэтому становится очевидным тот факт, что усыхание даже одного процента из них не только принесет большой вред лесному хозяйству, но и негативно повлияет на экологию и экономику Беларуси в общем. Простой пример. Из-за усыхания сосна не успевает достичь товарного вида. Соответственно, прибыль от ее реализации минимальна. Вы должны понимать, что деловая древесина стоит определенную стоимость, а дровяная древесина на порядок ниже. То есть превратить все в дрова, а потом реализовать это экономически нецелесообразно и будет нести определенные экономические потери. То есть наша цель – оперативно убрать, не допустить потери, я еще раз повторюсь, цинические качества древесины и распространение вредителей. На пустырях, которые остались на территории Барановического лесхоза после сплошных санитарных вырубок леса, уже весной планируют посадить около 200 гектаров молодых сосен и берез. Лесничьи надеются. Такой смешанный лес позволит нашим потомкам избежать проблемы, от которой хвойные леса страдают сейчас. Природа всегда радует глаз. Уникальные леса и озера спокойны, но от этого не менее живописные ландшафты и самое главное богатство – редкие виды животных и растений Беларуси. Много сил идет именно на то, чтобы сохранить это разнообразие, причем сохранить не только деятельности человека. Инвазивные растения – одна из проблем, заставляющих экологов бить тревогу. Борщевик Сосновского занимает одно из первых мест в списке чужеродных растений-вредителей. Борщевик Сосновского, с которым необходимо бороться, что в принципе как бы и делается. Оно опасно тем, что оно может вызвать ожоги. Каким образом? То есть при попадании сока на тело, и при солнечных лучах идет ожог. Поэтому оно этим не опасно. Какой вред причиняет борщевик? Он вытесняет наши родные растения. И сегодня это глобальная экологическая проблема, если не сказать катастрофа. Борщевик Сосновского опасен и для людей. С виду это сильное, необычное растение. Многим оно даже кажется красивым, но ни в коем случае нельзя к нему прикасаться. Просто потрогать ничего не будет, но при попадании сока и солнечных лучей потом на этот сок на тело возникают эти ожоги. Сок борщевика при попадании на кожу может вызвать ожог вплоть до третьей степени. Зафиксированы и летальные случаи. Помочь сможет лишь вовремя оказанная медицинская помощь. Несмотря на постоянную информационную программу, нередки случаи, когда борщевик принимают за культурные декоративные растения. У нас даже был такой случай в центре города, это даже напротив консульства польского во дворе частного дома был борщевик. И люди даже считали, что это как культурное растение, которое надо ухаживать за ним. Откуда в Беларуси появился борщевик? Родина вредителя Закавказья и Турция. В 60-е годы его использовали в качестве кормовой культуры, но растение слишком горькое, поэтому коровы, которые питались борщевиком, давали не очень вкусное молоко. Разведение растения прекратили, но это не помешало борщевику разнести семена практически повсюду. Там, где сейчас есть заросли растения, ничто другое уже не растет. В настоящее время у нас числится 29 мест на площади до 5,5 гектаров. Крупных зарослей у нас нет, у нас как бы есть, ну там, одиночные где-то выявляются куртины. Ну, максимально где-то до полу гектара у нас площади в одном месте. Чтобы справиться с вредителем, необходимо проводить полномасштабные мероприятия по его уничтожению несколько раз за сезон. Иначе борщевик возьмет вверх и захватит всю территорию. Как можно одолеть эту напасть? Способы разнообразные. Это и скашивание, и сжигание, и обработка химии. Самым скашивать, не давать, чтобы появлялись семена, потому что семена, в принципе, могут в земле находиться до 10 лет. То есть, если даже уничтожив растения, скажем, семена могут взойти через 2-5 лет, а то и 10. Заброшенные окраины, пустые участки, лесные территории. Сорняк появляется там, где мало людей. Сегодня ситуацию по распространению борщевика в Брестской области можно назвать удовлетворительной. Чтобы найти целые заросли борщевика, нужно постараться. Их почти не осталось. Но не стоит расслабляться, ведь есть еще и другие вредители. На территории нашей республики произрастают виды инвазивных растений, которые у нас на территории подлежат регулированию их местообитания и их численность. И в 2016 году постановлением Министерства природных ресурсов Республики Беларусь обновился данный перечень. Это постановление номер 1002. И к этим видам отнесли на настоящий момент. Это борщевик Сосновского, борщевик Монтегацы. И если борщевик Сосновского уже у людей на слуху, то золотарник канадский – это что-то новенькое. Золотарник канадский, который является очень красивым растением, или как у него у нас называются, сумник, который раньше выращивали на кладбищах. Чем он опасен? Он опасен тем, что он очень быстро занимает большие площади. Его, к сожалению, не едят ни домашние животные, ни дикие животные. Места, которые занимает золотарник канадский, они очень быстро беднеют почвы. И биоразнообразие данных участков становится очень скудным. Способ удаления золотарника – не просто скашивание. Дальше его обязательно нужно сжечь. Только в этом случае мета становится эффективным. В отличие от борщевика золотарник для человека безопасен. Тем не менее, биоразнообразию он угрожает не меньше. Большая просьба к людям на своих участках не высаживать это растение, потому что, к сожалению, мы покупаем семена и золотарника канадского, и ихнотистиса лопасмова, или как его в народе называют – бешеный огурец. Потому что это довольно-таки красивое растение. Но затем они заполоняют очень большую площадь, и нам приходится прикладывать большие усилия, чтобы их уничтожить. Иногда люди, сами того не зная, способствуют распространению этих растений. Но информирован – значит вооружен. Таким образом, каждый может внести свою лепту в избавление от растений-захватчиков.